Вот наш дом, квартира тут, все как надо. Сегодня идет снег, вот это Володя и Сергей Попков уходят. Они сегодня передают Володе вахту, показать, как я рукой заслоняю, тут иногда видно. Сарай начнем сразу. Громко говори, чтобы только слышно было. К сараю идем. Как топить? Топить в храме, как топить? Кошек кормить? Первое, это чтобы затопить печку, надо взять ключи, угнать тихонечко. Привязать их, вот покажи как привязать, вот к карману, чтобы не потерять и не привязать. Я вот тут привязываю, где у меня эта дырочка есть. И приходит, когда мыть, вот здесь, женщины приходят, сестры, тоже привязывают. Вот к замочку можно. Это низко сильно, надо выше, хорошо привязывать. Хорошо, давай. Так, набираешь угля. Если пошли комки, надо поддолбить. Можно я другой колонн дам тебе? Большие надо колоть. Вот, видишь, колоть, набухом. Не лезвием. Ну, вот это вот уже не считается большим? Какой? Это нормально. Оттуда ведро влазит, тот... Нет, не ведро это. Обычно я закидываю полтора ведра, достаточно. Запоминай, пиши, стоишь. А то будешь по пять ведра. Один раз он растопил, говорит, и вода начнет через верх, и петок пошел. Ну, нагребай полное, потому что пол ведра можешь там оставить. Я тебе покажу потом, для чего оставить. Сразу говорю, для чего. А? Для чего. Все начинает с молитвой. Для чего оставить пол ведра там-то? А я тебе покажу потом. Все идет сейчас по порядку. То есть набрал уголь. Вот он взял вот этот ящичек. Берешь называемый колонн, ты его знаешь. Знакомый товарищ, давай, кормились. Ты куда с пилой идешь? Пила дома осталась, а это работница. Сильно идет, это не сильно, так, но снег. Я закрываю. Стараешься брать самые длинные, потому что у них только в печки ходят у нас дома, у Надежды Васильевны только короткие. Вот такие они ходят. А вот эти самые такие длинные, это входит только в мою печку. То есть старайся их побольше, подлиннее. Но потребуется несколько полешек, чтобы были коротенькие, там поперёк класть можно было. Я тебе покажу потом. Эх, выбирайте, смотри. А эти вот можно. Как-то тебе, он проколится, еще не проколится. Ну попробовать можно. Тут единственное, что у нас чурки нету, есть хорошие. Это знакомый, колучек знакомый. Погромче говорю. Яра чурки нету, это нормально. Вот, это не пугало, это чурки. А которые ящики? Нет, она проваливается, вот эта проваливается. Надо, чтобы она на чурке лежала. Чурка проваливается внутрь этого. Да, шина проваливается. В чурку. Надо диаметр поменьше шины, да? Да, нет. Чурку побольше прославлю. Диаметр тономанных в шину. Все, вот так вот наставил ее. Можно еще, чтобы более плотнее греть. Все, и начинаешь. Почему поменьше же? Ради экономии мы это делаем. И она будет быстрее растопляться. Все это делаешь записывай заранее. То есть ты должен, хотя бы, что на два дня у тебя был, там уже лежали сухие. Иначе у тебя будет сложно растопливаться. Ты сколько лет уже тут кочегаришь? Ну, я с 2007 года. Ну, все, 12 лет. 12 лет. 12 лет уже. За это время можно два медицинских университета кончить. И главное, ногу не отрубил, и руки целые. Вот важно. Да, видишь, она предохраняет вот это. То есть ты уже по ноге не попадешь себе. Если хочешь оказать любовь, можешь побольше накалывать. Для Игнатья Маши или для Надежды Васильевны. Для Надежды Васильевны. Это он там еще, где Игнать Вова будет приходить помогать, Пенкин. Да. Так, вот, берешь, накладываешь. Это уже не проколешь. Я думаю, может так и оставить ее. Уйдет. Вот. У меня мокрая спина, и я мерзну. Сейчас, сейчас. Везде голуби. Куда не пойду, голуби. У меня тут немного, 25. А в деревне на зиму осталось 45. Итого получается сколько это? 70. Я обычно так. Беру два ведра угля. Туда в первую очередь уношу. Ну и сейчас. Давай. У тебя вообще-то, это, сапоги или валенки как-то расшаперились. Они у меня просто не закрыты. Все, кого можно оставить, Вова? Да, да. Поставим. Попорно пока. Бегу скорее на голубей показать. А то не насмотришься. Это я рукой подержу, чтобы поменьше попало в снегу, иначе окуляр запотеет. Меня туда запусти, чтобы меня ветер не жарил. Это при входе в храм. А там Сергей Павлович Попков идет и несет. Уже в процесс входит. Ну и вот так. Это у нас Красное Евангелие. Сразу привезли 250 килограмм. Как в Чечне, говори, деньги меряют кубометрами. Вот эти доллары. Здесь, в основном, мы днем не закрываем. Только на ночь. Замок здесь никогда не оставлять. Сразу убирать. На ночь. Ключись, никогда не вешай. Здесь ты зашел, вот сюда поставил. Поставь его сюда. Вот так вот поставь. И здесь сразу закрылся. Во. Ни одной минуты, чтобы не было открыто. Сразу закрыли. И только тогда продолжать движение дальше. Здесь не хлопать ногами. Снег зачем сюда тащить? Да, я виноват. Это у нас продукты еще остались. Помогаем кому надо. Я обычно вот так ставлю. Вот. Мосты. Вот. Вот. Подбор. Дальше. Дальше. Вот. Она уже сегодня топится. Протопилась. Подходишь. Открываешь вот эту верхнюю виршку. И нижнюю. Подожди. Вот. Открыл верхнюю и нижнюю. И, значит, закрывать кто будет? Вы, наверное, закрывать будете? Ну, да. Уже. Ноченька, да. Который ноченька. Да. Ну, внизу вот она, задвижка ее видать даже, да? Да, да, вот она. Вот она. Это напрямую когда идет. Да. А когда закроешь и верхнюю, тогда жар держится. Потом подходишь. Может, ты скажи, может, здесь все время, чтобы был включен насос. Да, это не трогай. Пускай работает. Это насос скачает воду. Сюда гляди. Да, да, да. Вас записывает она хоть? Конечно. Это очень важно. Следующую вахту, кто будет принимать, его сразу вот так показал. А ты это отпечатаешь, чтобы на бумаге было. Торогай. Тебе надо на самой бумаге писать-то. Да, она, это. Снега. А, ну, не сырел. Вот. Открываю. Видишь, у меня в ведре зола. Такая еще не набралась. Когда этот зольник чистый, я тут, бывает, сюда почищу, потому что немножко тут завыто всегда. А когда уже побольше, тогда я уже в ведро все перекладываю. Запомни, горячую золу высыпать за баки туда, около дороги. Иначе, в любом случае, за баки. В любом случае, за баки. Иначе ты перепутаешь. Не в бак высыпать золу. А прям подальше. С правой стороны. Там, справа, рядом с баками. Да, иначе она гореть будет, тут дело будет. Пожарные поедут. Вот, смотри. Вот, это. Берешь совок. Расчищай. Сейчас я не буду, потому что там угли хорошие. То есть вычищаешь вот сюда. Если тут чисто. А если тут уже есть, тогда вот сразу в ведро. Вот картунка. Вот, накрываешь. То есть вот так вот взял. Чтобы сильно... Раз, и прикрыл. И зажал. И тогда меньше это летит пыль всякая. Вычистил. Взял вот эту штуку. Вот там проволочка. Вот записывай себе. То есть совком почистил. Совком почистил. А тут разные клюки у вас нету? Есть, есть. Ну-ка, все есть. Совок совком почистил. Это топку, саму топку. То есть пока этот зольник не трогаешь еще. Поддувал. Почистил. И уберешь вот эту проволочку. И начинаешь вот это вот. Между вот этими холостяками прочищать вот эти отверстия. Они потому что застревают из-за того, что там трубы. Труба стоит, а она не дает ему упасть до конца. Вот так его раз, прочистил везде. Записывай, записывай. Проволка, прочистить колосники. Да. Тщательно. От этого кислород не поступает, не будет гореть. Да, да, да. Когда пожар горит, кто-то в доме, скорее в окна дай воздух. А это воздух как дарь, уже не выйти. Сразу все вспыхнет. Вот здесь вот тоже прочистить обязательно, чтобы дверка будет плохо закрываться. Все прочистил. Проволок, а где обычно? Вот она здесь, буквально. Вот так вот я делаю. За трубу кладу, между печкой и трубой. Все она стоит. Прочистил. Тут раз, пошмурал. Все. Потом, тут если много, сразу туда в ведро переложил. Потом этот убираешь. Начинаешь шкуртувалов. Ну точно так же все это делается. То есть сюда вот, все. Если, вот сейчас я... Так, это как зольник называется? Это поддувало. Поддувало, напиши. Поддув. То есть поддув. Ты скажи, насколько должна быть открытая, когда топится. А, ну да, да. Смотри, запиши. То есть вот так вот достаточно. Не больше сантиметра. Тут тяга хорошая. Так что она протягивает. Я даже иногда, чтобы дольше горело, вот так затягиваю вообще. Чтобы на дольше хватило. Вот надо отсюда смотреть или убрать, чтобы сюда случайно не упало. Горело, и может туда вниз попасть. Надо на руку сушить только. Ну примерно, да. Два-три сантиметра где-то так. То есть вот. Как это затапливать? То есть, вот смотри. Если золы вот так, половинка только, то оставляй. Вот. Но я ее оставляю для чего? Чтобы потом вот так дверку подпереть. Это ради безопасности. Вот она. Так поставил, все. И она стоит. Так а тут разве нет еще мыши в этой вот? Вот. Нет, это все закрывается. Я имею в виду, вы же мне сказали на всякий случай саму подпирать. Да, ну на всякий случай дверь подпирать. Потому что, кто-то знает, возьмет, выпадет, а тут будет держать она потом. Запиши, подпирать. Совком. Ну это я еще, это, это потом. Подожди, это еще не то. Совок упирается в ведро. Записал? Нет, это уже потом уже делается. То есть берешь дрова, у тебя должны быть тут дрова, у этого снова здесь лежать. А здесь, чтобы не выставлялись тоже. А здесь они зато быстро соткнут. Здесь же паранит, он не даст загореться ни к чему. Вот. Сейчас я тебе примерно покажу. Вот я, вот. То есть вдоль два полена, вот записывай. Вдоль, в топку кладешь, два полена горят. Ну как они это сказать? Параллельно друг другу, одним словом. Вот между ними было расстояние. Потом кладу две поперечины. Вот такие небольшие. Поперечины, видишь как? К колодцам. Да, к колодцам. Сюда заранее заталкиваю бумаги. Бумага вот, вот она вся здесь. Вот эти штучки. Потом эти есть. Только вот эти, наверное... Книжки есть, книжки есть, вот на сожжение принесли. Вырываешь. А ну-ка, покажи, что за книжки-то. А, тут он. А основа социальной гигиены и организации. Здравоохранения. О, хорошая. Да какая хорошая-то чё она? Бумаги сколько надо? Бумаги, ну я сейчас тебе покажу примерно. Старайся каждый листик почти отдельно, чтобы не... И вот так сминаешь, тогда воздух не проходит, она будет хорошо гореть. И покажи, как правильно корочки оторвать. Подожди, не так. Надо сначала корочки оторвать. Да я ещё... Дай-ка я покажу ему как. Ну давайте. Смотри, как корочки оторвать. У любой книжки. Гляди. Вот это вот. Вот, это называется каптал. Подел руку сюда. А вот это к чему она привязывается. Вот так вот всё оторвало. А теперь ты потянул, она сама выпала. Всё. Корочки берешь. Они сгодятся для переплёта каких-то книг. А это теперь по частям ты можешь её пластать. Вот оно. И по одной. Так не клади. Допустим, тебе нужна там до растопки. Ты берёшь листик вот здесь вот. И сразу его сминаешь. Чтобы бордюк был где-то. Да, бордюк. Не просто так взял до пачку слоу. Она гореть не будет, ты смёшь, что дровина. Вот так вот. Вот такими вот надо забить там всё. Серединку. Видишь как? Это каждый день. Ты два раза топишь её? Нет, сейчас один раз. Один раз в сутки. Топлю один раз в сутки. А будет, если будет таять на улице, можно и два раза в сутки. Ой, один раз в два. Главное, чтобы не замёрзлая труба. Да, главное. Видите, сколько уже бумаги. Вот так, понял как? Видите. Листик оторвал. И сразу его сжимают. Вот он теперь будет гореть, пылать. Ну, ещё побольше. Всё, дальше показываю. Держите. Вот набрал бумаги. Середину тут заранее положил. Вот у меня ещё есть эти лучины. Вот я бы в бешеную положил. Они нормально гореть будут лучше. А чтоб они были всегда сухие у тебя. Бежали. Так, сейчас ещё дровишек возьму. Сейчас набрал даже этот сырый у меня. Сейчас там может загореться, я не буду класть. Значит, она загореться. Надо убирать оттуда. Вот. Всё. Бумаги положил. Лучинки сверху вот так вот раз. И дровами прижал. Штук 5-6 где-то. Ну, так вот где-то примерно. Такая, чуть побольше ещё кучки. Всё. Всё. И... 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 Истился. Господи, благослови. Всё. И поджигаешь. Спички вот. Ты запиши, лучинки положить. Дрова сверху. Там он что-то спрашивал про полтора ведра. Ты говорил, объяснять будешь. Да, я объясню сейчас. Объяснить так. Лучше подоим. Всё. Поджог. Я обычно так закрываю. То есть, и жду момента, когда она разгорится. Только после этого начинаю полтора ведра засыпать. Потому что я же сразу засыпаю. Не надо ждать, чтобы не заглушить потом. Ну, затупил. Скажи, когда подпирать. Да, я скажу. Всё. Я обычно делаю вот это. Удобнее. Всё, и засыпаешь. Вот эти полтора ведра засыпал. Примерно времени. А сколько полейли? А ты видишь, когда дрова днём вывозьмутся, все дрова возьмутся, тогда можешь спокойно засыпать. Она не заглохнет. Она всё равно разгорится. А если ты только поджог и начал засыпать, она может заглушить это всё. Сколько? Через сколько они примерно? Ну, минут через пять уже. Недолго. Это быстро покрыл. Дров, сколько положите? Я показал. Штука пять-шесть. Можно семь. Чтобы покрыло полношень. Да, да. Ну, ты поймёшь. Поставление. На счёт, что... Всё, только дрова взялись огнём. Всё, можешь открывать. А чёй на сколько? Три хватит? Да. Она же... Тут у меня я сосновую взял. Она хорошо разгорается. Вот, они там все, в сарае. Эти мы специально поменьше колем, чтобы они хорошо... Когда сухие, они даже от бумаги берутся. То есть даже без лучин возьмутся. Поменьше просто кладёшь, который потоньше. С самого начала над бумагой. И всё, она спокойно берётся. Это не обязательно. Это я тебе просто, чтобы удобнее было. Вот это вот отверстие внизу, смотри, никогда не закрывайте. Ни с той, ни с другой стороны. Это для вентиляции проделали. А вон вверху, видишь? Вот так вот она вентиляция идёт. А чтобы там тепло было, там детская. Засыпал, вот тогда вот здесь подставил. А половина угля у тебя остаётся, она более тяжелее, чем зола. И раз, подставил её вот так вот. Всё. Чтобы она уперлась. Всё. Это ради безопасности делает. Всё, вот это запиши. Подпер. Подпереть топку. Подпереть топку. Там ты уже поймёшь, что именно сделать. Основные дрова я сюда кладу для сушки. Видишь? Да, вот накладываешь. Тут убрать, которые лежат, и все повернуть в этом направлении или как. Всё. И вот потом, смотри, брат, всё. Ты подставил и нижнюю вьюшку закрываешь. И смотришь. Если она не... Подожди, это... Когда разгорится... Ну... После того, как засыпал уголь, она уже разгорелась. Закрываешь и всё. Подожди. Сейчас надо написать. Иди сюда. Давай. Подпереть топку-то. Топку подпираю. Когда... Зажжём. Когда уже засыпал уголь, подпираешь уже всё. Когда у тебя просто дрова горят, там подпирать нечего. Просто вот эту заклю. Вот так вот заклю, вот эту защёлку. Вот. Это достаточно будет. Когда дрова горят. Перед тем, как подпирить трубку, то ещё надо было угля засыпать. Да, я же тебе сговорил. Полтора ведра засыпать надо угля, да. То есть дрова у тебя разгорелись, загорелись полностью. Ты раз, приоткрыл, смотришь, дрова взялися все. Всё, можно смело засыпать уголь. Через пять минут. Ну, минут через пять-семь там. Ну, там надо смотреть, как они разгорятся у тебя. Через пять минут, полтора ведра угля. Да. Всё. И подпирать. Засыпал. Закрыл. И подпёр. Подпереть. Подпереть топку. Топку, да. Дальше. Всё. Здесь всегда смотри, чтобы ничего не было ни деревяшек, ни бумаги. То есть это очень опасно, когда возле печки что-то находится. Любой уголёк, и она загорится сразу. Всё, и подходишь вот сюда вот. И вот здесь вот, в нижнюю. Перед печкой. Перед печкой. Всё. Уголь засыпал, тебе всё там сделал, как положено. И всё, это закрываешь. Закрыл, и смотришь на печку, на реакцию печки. Если она начинает подымливать, чуть-чуть приоткрыл. То есть надо подождать немножко. Я в основном, я сейчас трубу вчера прочистил. То есть она не должна дымить. Просто закрыл до конца. То есть раз, защёл. Всё. Нижнюю задвижку, да? Да, нижнюю задвижку. Верхнюю не трогай. Всё. То есть дрова вот сюда на сушилку сложил. Пускай на сохнуть тут всё. Если нужно, что тут можешь ставить котлы, собакам варить. Добой повезешь. Жоняться нечем. Всё, берёшь пустые вёдра, какие у тебя освободились. Этот ящик из-под дров. Ты дрова можешь заранее натаскать, потому что тебе не каждый раз надо их таскать сюда. Сейчас под дрова наклади. Это, да, это надо положить сейчас. А ещё бумагу-то не положили. А зачем? У меня же там угли. Её сейчас закрывать надо уже. А Игнатьеву ещё придётся закрывать вам тогда, чтобы ему не ездить лишний раз сюда. Верхнюю, когда прогореть. Ну да, через 4 часа можно уже закрывать смело. 4 часа прошло. Ну это обычно ближе к обеду. Чего-то в 12, сейчас уже всё. Ты обычно утром растопляешь, да? Я обычно утром газик. А ты смотри, как у тебя по времени будет всё. Тут счётчик под пломбой, вот, никого не подпускают. У вас, смотри, вот ещё инструкция есть. Это Николай Польгуев написал. Когда у меня было, что меня... Я перетопил, у меня со слива вода побежала сверху там, прямо туда, на этот... Вот, и тут написано, перед растопкой печи необходимо открыть вытяжную заслонку, очистить топку изольник от шлака. То есть, тут инструкция даётся подробная. Потом, да, так, периодически проверять работу... Вот, что я тебе не сказал ещё. Периодически проверять работу циркуляного насоса. Лёгкий шум, вибрация. То есть, подходишь и послушал. То есть, его слышно даже. Сейчас, слышишь? Он работает. Задись, слышишь. Слышишь? А где он? Вот он, вот он везу. Вон, туда загони, за внимание. Красненький такой. Вот, если вдруг на слух что-то будет плохо уловить, то раз его попробую. Лёгкая вибрация должна быть, лёгкая. Это, значит, он работает. Да, значит, он работает. Ну, в основном, я шум слышу, значит, он работает. Ой, да, ну, там было. Всё, здесь пускай, а остальное работает. Ого, запреты насосы. Если насос не работает, то... Ну, так и не насосы. Брать воды и заливать его. Вибрация, вон, где маленький насосик. Добрый день. А? Да, да, сказали, завтра возможно. Саш, не знаю даже. Нет, зачем вы это? Я уже всё взял. Я и мыло это обычно делал. Потом, может, считать пока всё. Да зачем? У меня свои есть, зачем мне. Да, взял. Всё, не забывай этот свет выключать. С метрополитом Виталием в Америке. Да, и потом разберёмся. В 18 лет вёл занятия. Пришёл ректор из Тегнея Владимир Васильевич. А это Вагу, первый университет Алтайской государственной. Но там технически. Это я не знаю, где в Белго занятия. Может быть, в Аграду. Дмитрий Стефанова, всё? Всё. Крещение у нас проходит всё. Ладно. В воде освящение. Мне ещё надо лечь, а то уже заразили меня туда. А мне ещё не положили даже. Пожалуйста. Дмитрий Стефанов, меня сейчас тут на камеру снимают. Не надо. Лучше меня простите. Всё, зло. Созвонится ещё. Это, если закипела вода в этом, но тебе это беспокоиться нечего. Главное, не пересыпать. Если ты будешь хотя бы два с половиной года засыпать, вода точно так и закипит, и вода там пойдёт со сними. А полтора ведра это самое предъявное. А если будет, то ноль ведра. Собственно, полтора ведра. Да можно и ведро. Угу. Сколько воспоминаний. Если не будет сбежать всё, раз, двое, скуток в картофиле, всё, достаточно будет. Она не застынет. Главное, насос, чтобы работал. Насос, она гоняет воду постоянно, она не будет и стоять. В основном, назад начинает это стоять. Ну, это если будет тепло. Так, всё на этом. Да, всё. А. Ну, в принципе, всё, да. Весь процесс. Ну, слава Божьей, я пошёл домой. Всё, с Богом. Ага.